Итак, мы немножко ушли от темы, а вообще идея такая, что приходит время, наступает такой момент, в нашей жизни обязательно наступит такой момент, когда мы не сможем вернуть ситуацию. Уходит из жизни близкий человек, можно заболеть неизлечимым заболеванием, можно кого-то потерять в жизни, из друзей, разрушить навсегда отношения и так далее. Бывает так, что никакие силы не могут мужа вернуть или жену назад. Чтобы вы не думали, что я что-то сочиняю, потому что тема важная. Поэтому, когда такие вещи происходят, то это означает, что мысли в этом направлении не помогут выйти из стресса. И сам стресс разворачивается только по той причине, что мы занимаемся не тем, чем надо. В это время человек так или иначе должен отвлечься от идеи, которую он преследует. Иначе он разрушит свою жизнь. Ведь бывает, что из стресса не выходит. Знаете, такое тоже бывает. Я вам сейчас буду перечислять стадии стресса. И какие эти стадии невозвратной ситуации приводят к каким невозвратным ситуациям. Прежде чем это делать, я хочу еще раз акцентировать вопрос на том, зачем нужен стресс. Стресс возникает по одной причине. Причина стресса — это... Сейчас, секундочку, найду. Причина стресса — это цель жизни. Понимаете, наша жизнь предназначена для того, чтобы мы сформировали правильную цель жизни. Существуют цели, которые сами возникают в течение жизни. Мы об этом говорили. Приходит время, ребенку надо двигаться. Приходит время, хочется любить. Приходит время, хочется рожать. Приходит время, хочется жилье улучшать и так далее. Все это означает просто развитие жизни человека. Это просто меняются цели с возрастом, с развитием жизни. Это не является главной целью жизни. Когда человек такую цель делает, главной целью жизни, вот тогда наступает стресс. Временные цели, которые даны просто для того, чтобы мы что-то делали в этой жизни, они балдели, они не предназначены для того, чтобы мы к ним так сильно привязывались. Допустим, если девушка считает мужа своего главной целью своей жизни, она считает, что она для него живет, то будет стресс. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Как вы думаете, может человек в полной степени ответить на божественную любовь другого человека или нет? Нет, вот представляете, я человека люблю божественной любовью, я его обожествляю, я считаю его главной целью своей жизни. Может ответить человек или нет? Это невозможно, просто невозможно, потому что душа — это не Бог. Часто бывает так, что человека такой жгучей любовью любят и так сильно от него хотят взаимности, что это сводит с ума просто. Вот представьте, вас так любят, что вам говорят, смотри на меня, я видишь, как тебя люблю. Пойдем, давай будем все время вместе, день и ночь. Давай будем всегда гулять вместе, давай разговаривать только с тобой, не отвлекайся от меня. Говори только со мной. У кого такая ситуация была, поднимите? И что произошло? А он меня чуть не убил за это. Еще у кого? Да, что вы почувствовали? Я так не убил, если бы такое чувство, но когда человек когда билось, он ехал и потом просто на людей перестал. И он уже с тобой. И он начал делить. И вам плохо от этого стало, да? Вот это как раз делось. Вот я с ним, вот он с тобой. И обоим было плохо, да, в это время? Плохо уже сейчас было. У вас бразильский телесериал прям. Можно писать роман. Астролог говорит, что это виноват Скорпионам. Кто виноват? То, что Скорпион. Астролог этот немножко того. Голубой этап? Скорпион виноват в том, что убегали друг за другом. Понятно. Потому что я в будущем не вижу с этим человеком. Тоже другой вопрос. Теперь. Это стресс вам, по-моему, прийти к знаниям. Давайте двигаться дальше. Вот смотрите. Если я сильно привязан к человеку. И считаю высшей целью своей жизни. Это стопроцентная гарантия, что он разрушит со мной свои отношения. Человек не может выдержать такую нагрузку психическую. Теперь второй вариант. Если мать считает ребенка целью своей жизни. Какие отношения он не будет с ним развиваться? Что будет делать ребенок? Ребенок будет просто беситься. Будет с ума сходить от такой нагрузки психической. Будет капризничать, крепчать, бунтовать. У кого такое происходит? Поднимите руку, женщина. Цель, причина какая? Цель жизни ребенка? Да, он с ума сходит просто. Он не может это выдержать. Отвали. Отвали уже говорит. Он же так научился разговаривать, да? А если он маленький, то он не будет говорить отвори, он будет просто плакать и все. Сколько ему лет? А? Ну уже может сказать отвали. Бывает, что ребенку три года, два, он даже до каких слов не знает. Просто орет и все. И причина, потому что мать, она считает его высшей целью своей жизни. Она никогда изучала, не изучала, для чего жизнь человеческая нужна. Она получила кусочек счастья. И все. И она сразу в это счастье погрузилась и думает, что больше ничего нет. А этот ребеночек не согласен с этим. Он не согласен, что я высшая цель жизни. Потому что он не может дать ответ. Он не может назад вернуть то, что она в него вкладывает. И поэтому он бесится. Итак, видите, если мы неправильно выбрали высшую цель жизни своей, то за это придется страдать. Причем интересно знать, что выбрать высшую цель жизни все равно придется. Человек не может жить просто так. Ему нужна высшая цель. Он должен свою жизнь куда-то направить. Жизнь, жить и черт, ее куда-то надо направить. Вот, допустим, женщина жила, жила просто так. Бац, ребенок появился. А ребенок появляется. Это что такое? Это не просто. Это огромный потенциал энергии счастья. Смотрите, когда ребенок рождается, маленький, то Бог скрывает все его грехи. Его грехи не видны. Женщина смотрит на него, говорит, чудо родилось. Чистое, светлое чудо. Грехи не видны. Какое-то чистое, светлое чудо, ты через 15 узнаешь. А сейчас, когда он только родился, ничего не видно плохого в нем. Он чистый, он чистый, светлый. И зачем это нужно? Для того, чтобы она любила его всю жизнь. Она всю жизнь вспоминает о нем, как о душе. Мать видит, как душу ребенка. От него исцелит огромная сила счастья. Точно так же веды говорят, когда человек вспоминает, как он первый раз встретился со своим близким человеком и вспоминает чистоту этих чувств и память о светлых качествах человека, которые он тогда видел при первой встрече, это дает возможность немедленно улучшить отношение и любить всю жизнь друг друга. Вот когда первый раз встретился и вспомнил качества человека, который он проявлял при первой встрече, это является лекарством от всех проблем в отношении. И надо это вспоминать все время. Но я сейчас не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что мы не знаем, кого выбирать высшей цели в своей жизни. У нас нет знаний. И это незнание приводит к стрессу. Можно же чисто логически понять, что твое восприятие твоего ребенка немножко однобокое. Но давайте просто возьмем и перенесемся на 70 лет вперед. Вот ваш маленький ребенок, который вы целуете в попу и чувствуете необыкновенное счастье. Представьте, он стал уже бабушкой 70-летним. В попу ее целовать будете, нет? Нет. Значит, есть какое-то искажение в восприятии? Тот же самый человек, только через 70 лет. Почему, если он такой чистый, возвышенный, почему бы его не поцеловать в попу и через 70 лет? У бабушек никто в попу не целует. Я такого не слышал, по крайней мере. Может, что-то целую. Это значит, что из ребенка что-то особенное выходит. Это значит, что из нее божественная сила выходит, которая привязывает мать к нему. Просто для того, чтобы она о нем заботилась и все. Но если мать не знает, что есть высшая сила какая-то, которую надо действительно считать высшей целью своей жизни, которая тебе и поможет этому ребенку помочь, то она начинает привязываться к этому ребенку и делает из него эгоиста потом, который постоянно всех мучает и считает, что он центр жизни, центр вселенной. Потому что так относилась к нему мать. Другой вариант, когда женщина влюбляется в мужчину, что с ним происходит? То же самое. У меня был такой случай, я разбирал ситуацию. Мужчина приводил в дом женщин. И женщина, слушая лекцию, училась ему прощать. Говорит, я развиваю все качества Олега Геннадьевича, она приводит, я учусь прощать. А он при ней и сексом занимается там в соседней комнате. Говорит, учись прощать, учись. Что произошло, в чем ошибка? Ошибка заключается в том, что она его обожествила. Она говорит, Олег Геннадьевич, я не достоин этого человека. Он такой возвышенный, такой лучше меня в тысячу раз. Поэтому даже если он такой грех совершил, ему прощается. Это же обожествление уже, все. И он ей говорит, я привожу девушек по той причине, что я, взяв тебя замуж, подверг себя аскезе. И мне теперь надо восполнять силы. Я достоин большего. Посмотри, сравни нас, ты и я. Я достоин большего. Да почему он так начал себя считать? Почему он таким стал? В чем причина? Потому что она сама его поливала, поливала его гордость тем, что поклонялась ему. Так или нет? Так. Так значит, нужно свою вот эту силу, высшей цели жизни направить в нужное русло. Смотрите, или человек убивается на трех работах, пытаясь построить себе жилье. Он с ума сходит. Как вы думаете, где стресс наступит у этого человека? В какой сфере жизни? В какой сфере жизни? Именно там и будет стресс. Именно это и является камнем преткновения в его судьбе. Там будет проблема. Именно это и станет трудностью его жизни. Я даже... Страшно сказать, что именно такие мысли и разрушают это самое жилье. Я даже не обязательно его уже иметь. Просто есть простое правило, которое я сейчас вам всем расскажу. Оно работает на 100%. У нас, допустим, есть уже деньги. Вам не надо копить, чтобы купить себе квартиру. И вы выбираете квартиру. Два чувства. Говорю вам два чувства. Одно вас приведет к победе, другое разрушит вашу жизнь. Потому что деньги надо использовать правильно. Смотрите, первое чувство. Мы выбираем квартиру. И вдруг нам показывают квартиру. Супер, очень хорошая, классная. Квартира моей мечты. Покупать надо быстрее, немедленно. Потому что ее скоро продадут и без меня. За такую цену не продают. За такие деньги не продают. Это случай, это удача. Это один раз в жизни. Сердце горит, стучит. И как бы советоваться ни с кем не хочу. Смотрю квартиру не хочу. Надо быстрее брать. Что это значит? Страшно. Это значит, что вас обманули, мои хорошие. Вас просто обманули. Поднимите руку. У кого так было? Согласны с вами? Да. А у кого было такое жгучее чувство? Ааа, быстрее, быстрее. Купил и все нормально. Поднимите руку. Не бойтесь, не бойтесь. И как у вас было? Давайте расскажите. У вас жгучее чувство было? Да. Я больше не хотела. Вот так, ааа, быстрее покупать? Такое было. Ну, может быть, такое бывает. Но чаще всего бывает не так. Я хочу, что я хочу. Это нормально. Вот давайте разберемся в этом чувстве и то, что вы почувствовали. Давайте с этим разберемся. Вы почувствовали, что вы ничего больше смотреть не хватите. На сердце было спокойно? Спокойно. Нормально. Спокойно на сердце. Спокойно сердце или горячо? Спокойно. Поняли разницу или нет? Вот когда человек видит жилье, у него на сердце спокойно. Он хочет здесь жить, он не парится и берет эту квартиру. На сердце спокойно. Это мой дом. Это одно чувство. А я говорю о другом совсем чувстве. Когда человек чувствует, надо быстрее покупать, кто-то другой возьмет. Кто-то быстрее, быстрее. Но об этом нет. Ты думал, что-то может быть. Это может быть. Хорошо. Интересно. У нас интересная беседа сейчас. Пытаемся сейчас разобраться в ней. Смотрите, вы тоже так думали, что кто-то может взять. А вы советовали, что надо взять эту квартиру или нет? Вы смотрели квартиру саму или нет? Вы трезво смотрели ее? Вы изучали? Они сами не знали, что так быстро, а они могут ее пропустить. Вы изучали квартиру? Квартиру мне нравилась. Нравилась. Вы советовали с кем-то? С хозяевом. А с мужем там, с родственниками? Со всеми советовались? Да. А у вас сердце спокойное было или напряженное во время советов? Я думаю, спокойно. Я думаю, спокойно. Видите, в чем разница заключается? У ней, может быть, все быстро произошло, но спокойно. А я говорю о другом сейчас. Я говорю о другом. Попытайтесь понять, что сердце у человека горит. Он хочет принять это решение, ни с кем не советуясь, потому что он чувствует, что, может быть, кто-то скажет, не надо покупать. Он хочет быстрее ее взять или он хочет ипотеку быстрее взять, ни с кем не советуясь. Это означает подвох. Но когда сердце спокойное и человек спокойно берет что-то, он не чувствует, что что-то супер-пупер, просто спокойно, там можно жить, как она сказала. Это место, где можно жить. Это означает, что Бог дал. Чувствуете разницу или нет? Когда Бог дает на сердце спокойно, когда Бог не дает на сердце жар. Почему так? Потому что жар на сердце означает неправильная, выбранная цель в жизни. Когда человек выбирает цель в жизни неправильно, у него сердце начинает гореть. Когда правильно цель выбирает в жизни, у него сердце становится спокойным, твердым и радостным. У вас квартира была целью жизни? Она пришла в само собой. Само собой она пришла. Вот о чем речь. Я же говорю о другом, что квартира является целью жизни. Человек ищет квартиру, он думает только о квартире. Бац, попалась такая хорошая, быстрее, быстрее, быстрее. Мозги стучат, сердце бьется. Это означает, что все будет не так, как у этой женщины. Все будет не так. Причина почему? Потому что Бог так воспитывает человека. Если мы выбираем икут цель жизни, результат какой будет страдания. опять в личной жизни. Смотрите. Страстная любовь. Быстрее, быстрее. Дальше расколбас полный начинается. Второй вариант. Спокойно люди встречаются, общаются какое-то время. Дальше стабильная семейная жизнь. Кто не согласен с вами? Все согласны. Наверное, кто-то боится. Но тот же должен. Слушай, вопрос, я не знаю. Уже была такая страна, но не будет 4 года? Уже 4 года живут? Моя хорошая. Это факт. Это факт, что обычно распадают все быстрее. Но 4 года тоже не срок. Это максимум, когда люди просто отрабатывают карму, они живут правильно вместе. Это 5 лет. Да, ребенка рожают, потом разбегаются со свистом. Смотрите. Срок, при котором надо о чем-то говорить, это 6 лет. Вот после 5 лет, если люди вместе живут, значит, можно считать, что они нормальны. Вы правы. Обычно такие вот страстные отношения распадаются через 2-3 года. Но не сразу. Потому что людям же надо понаслаждаться друг другом. Понимаете? Они долго встречались? Страсть была. Сейчас страсть осталась? Спокойно. Это вы уже другую ситуацию расскажете. Смотрите. Страсть была при встрече, а потом начали жить все спокойно. Это другая ситуация. А я говорю не про эту ситуацию. Когда люди встретились, страсть, и живут тоже, у них как бы вот этот... А вот я знаю, что когда у людей все правильно, между ними спокойные отношения. Спокойные. Значит, будут хорошо жить. А когда начинается вот... Ты меня любишь или не любишь? Скажи честно. Хорошо. Ладно. Вы понимаете об этом. Я вам сейчас объясню на нашем примере. Раз вы не понимаете тот пример, я вам на нашем примере объясню. Слушайте меня внимательно. Какое чувство у вас в сердце возникнет? Смотрите на меня, слушайте внимательно. Я в Самару летел из Казани, постоянно думал о том, что я хочу вам почитать лекцию. Так мне хотелось в Самаре почитать лекцию для вас. Вы меня ждали? Кто-то сказал, да, поднялся. Точно ждали? Я вот вам не сильно верю. Почему я вот... Я, мне кажется, больше хотел от вас, чем вы меня ждали. Например, самая девушка спорила вообще. Вчера свет выключили. Что за ожидание такое? Очень сильно ждали. Ваш свет. Вы чувствуете, как плохо становится, да, в зале? От чего? Ведь было лучше. Я это делаю специально, чтобы вы поняли. Это я сейчас играю в игру определенную. Почему хуже становится? Потому что я поставил вас на место Бога, понимаете? На место Бога. Это для Бога я сюда ехал. Это Ему я служу. И о вас забочусь тоже. Но я не могу вас на Его место поставить. Понимаете? Если я эту подмену делаю, тогда наступает разочарование. Вот девушка, она даже удивилась. Простите меня. Я не хотел вам так сказать. Это был эксперимент. Я вас выбрал, потому что вы очень хороший человек. Вы можете все пережить. Вот об этом я говорю. Я говорю о том, что когда человек начинает ждать от человека другого, не того, что нужно ждать от человека, тогда наступает разруха. И причина этой разрухи только одна. Неправильно поставленная цель жизни. Цель жизни поставлена неправильно. Олег Геннадьевич не может быть целью жизни. Если вы считаете, что я цель жизни, и вы сюда мчались, то вы разочаруетесь во мне. Вы зайдете в интернет, какой-нибудь сплетни прочитаете, и у вас остынет сердце. Вы думаете, а я думал, Олег Геннадьевич такое, а он такой, оказывается. Вы идете в какую-нибудь группу ВКонтакте, в которой сплетнишься, что болит Геннадьевич, и подтверждение найдете, что он такой, оказывается. Как я думал. Человек не может быть целью жизни. Не может быть. Только Бог. Если вы воспринимаете меня как представителя Бога, тогда все нормально. Но если вы воспринимаете меня как человека, который должен решить все ваши проблемы, это не нормально. Это указывает на то, что вы неправильно воспринимаете. И результат будет тоже неправильным. Вот и все. Итак, надо научиться правильно выбирать цель своей жизни. Но это возможно, если мы этому учимся. Потому что судьба мучает нас. Она заставляет сама неправильно ставить цели. Почему? Потому что человек не может жить без высшей цели. Он не может просто так жить. Его жизнь должна течь куда-то. Она не может течь в разные стороны. И поэтому-то мы цели, которые не достойны быть высшей целью, выбираем как основу своей жизни и мучаем себя и других. Вот представьте, если человек выбрал целью своей жизни построить домик в деревне. Как тяжело будет жить его жене, его детям, его родителям, если он так настроен. Поднимите руку. У кого такая ситуация? Есть такие? Ни у кого-никак. То есть есть муж или жена, который поставил целью какое-то жилье и постоянно мучает, третирует всех по поводу этого. У вас такая ситуация. Легко жить с этим человеком? Я третирую. А с вами легко всем жить? Нет. Нет. Спасибо вам за это благодарение. Я очень вам благодарен. Видите, произошло озарение сейчас. Это значит, что может быть стресс. Потому что стресс возникает, когда цель высшей жизни выбрана неправильно. Из-за этого является причиной стресса. И чего Бог хочет в этом случае? Он хочет не вернуть вам эту цель, а хочет, чтобы вы поменяли цель. И почему разворачивается стресс? Потому что человек хочет вернуть все, что было, а ему это не возвращается. И человек не хочет менять свое направление мышления. Он бьется все время в одну дырку. Вот, допустим, если муж не возвращается год, а женщина продолжает пытаться его вернуть. И с воспаленными глазами приходит к Олегу Геннадьевичу, и говорит, Олегу Геннадьевичу, он вернется или нет? Что это значит? Это значит, что она перепутала Бога с мужем. Надо действовать в этом направлении. Это факт. Надо пытаться вернуть мужа. Но не надо с воспаленными глазами жить. Это означает, что вы хотите, чтобы муж был рядом любой ценой. Это значит, что муж является высшей целью вашей жизни. Это значит, что вы попадете в стресс, который будет длиться годами. Пока вы не поменяете эту цель жизни, высшие силы не отступятся от вас. Потому что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы он развивался. Вот чем собачка от человека отличается? Тонкое тело точно такое же. Ум точно такой же. У собачки есть мысли. Есть мысли или нет? Можно легко понять, что есть. Она ночью спит. Что-то вспомнила? Значит, у собачки есть мысли. У собачки эмоции есть? Есть она? Радуется. Или печаль. Или агрессивно на стол. Эмоции есть. Так? У нее желание есть, у собачки? По хвосту можно видеть. Желание. Или от хвосту. Чего ты хочешь? То есть она имеет эмоции, мысли. Память она имеет. Вспоминает что-то. Человека увидела, раз вспомнила. У нас собачка живет. У ребят, которые у меня учатся, в доме живет собачка. И разок с ней плохо поступили. С ней пошли пешком на работу. Через там гору одну. И выпал снег. А снег убирает запах. И она не смогла вернуться назад. Это было несколько километров. И он зашел на работу. А собачка осталась одна. Выпал снег. Она побежала назад. И не нашла дорогу. А дорога была незнакомая. Собачка по запаху ищет. И она осталась одна. И она полгода бегала, искала назад. Вернуться хотела назад. Она искала, искала, искала. И знаете, что она сделала? Она прибежала в то место, где она потеряла хозяина. И начала там сидеть день и ночь. Просто ждать. И мы приехали к ней. И она меня узнала. Когда она меня увидела, она меня узнала. У нее есть память у собачки? Она вспомнила, подбежала. Я иду, она сзади, слышу, в ногу мне что-то бьется. Смотри, собачка наша нашлась. Потом сторож сказал, что она здесь давно уже сидит. У собачки есть любовь. У собачки есть память. У собачки есть мысли. У собачки есть чувства. У собачки есть желания. Чего у нее нет? У нее нет разума. Разум означает способность поменять цель жизни. Собачка не может поменять цель своей жизни. Ее цель жизни – это покушать. А? У вас тоже? Почему она стала собачкой? Потому что она неправильно выбрала цель своей жизни. У нее цель была хозяина встречи. Сейчас я вам расскажу больше. Если вы хотите про собачек знать, если вы узнаете про собачек. разок в Днепропетровск приехал лекции читать. Это было лет 12 назад где-то. И один молодой человек, который слушал мои лекции, предложил мне пожить у него. Больше не у кого было жить. И это был частный дом. Я согласился. И он мне рассказал одну интересную историю. Мне показал две собачки. Две комары стояли у него в доме, две собачки. Он говорит, Олег Геннадьевич, я верю в ваши лекции, потому что я свидетель того, что вы говорите. Я сейчас вам расскажу свою историю жизни. Он мне начал рассказывать. Он мне рассказал о том, что у него были отец и мать, которые постоянно дрались, ругались между собой. И они один за другим оставили тело. Буквально через год к его калитке прибились два щенка. Мужского и женского пола. И начали скулить, скриптись и проситься в дом. Он им открыл. Они забежали сразу, как все, домой. Начали там бегать. И он решил, ну раз так, пускай останутся. У него появилось с ним какое-то теплое чувство. Потом, когда он начал о них заботиться, сделал им две конуры, он заметил, что они как-то странно себя ведут. Они начали между друг с другом постоянно грызться, лаять друг на друга. И женского пола щенок вел себя, как отец. У него были буквально те же самые привычки. Он кушал ту же пищу. Он вел себя точно так же. Эмоции на лице такие же. Но вместо лица оказалась морда. А собачка мужского пола вела себя, как мама. Те же самые привычки, та же самая пища, все то же самое. И он тогда это осознал, он был в полном шоке. Он понял, что его родители вернулись назад в свой дом. Потому что они были сильно привязаны к этому дому. Жили всю жизнь из-за этого дома. Они поставили этот дом целью своей жизни. И в Бхагавадгите в «Веде и Ведах» есть один стих. Бхагавадгита — это свидетельство очень высокого уровня. Там нет лжи. В Бхагавадгите есть такой стих, в котором говорится, «Какую бы цель своей жизни человек ни поставил, в следующей жизни он, несомненно, приходит к этому». Если человек поставил своей целью дом, он не может родиться в человеческой форме жизни. Потому что человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы стремиться к норке. Есть четыре устремления, которые забирают у человека человеческую жизнь. Первое устремление к сексу — это животное, жизнь. И рождается такой человек в тех животных формах, которые предназначены для секса. В «Ведах» описано, что, допустим, обезьянка, она может сексом заниматься пять часов в день, без всяких половых расстройств. И ощущение гораздо сильнее, чем у человека. Можете посмотреть, как обезьянки занимаются, там ни в одном эротическом фильме такого не увидишь. У них чувства гораздо более сильные, чем у человека. Если человек хочет покушать, то он рождается в другой форме жизни. Если ему нравится, допустим, изысканная пища, ему нравится кушать приятно, тогда он рождается свиньей. Самое большое чувство радости от пищи у свиньи. Посмотрите ей в глаза. Видели глаза свиньи? У них такой балдеж, когда она ехает. То у человека до свидания. У нас никогда такой балдеж от еды не может быть. И свинья испытывает такое наслаждение, даже когда испражнения поедают, что мы ни в одном ресторане такое эстетическое чувство от еды не испытаем. А если человек хочет просто больше кушать, тогда корова. Пожалуйста, день и ночь. Она же днем ест, а ночью пережевывает все. Сидите. Я не сказал еще. Если хочешь поспать, в человеческом теле не выспишься. Ну сколько можно поспать? Ну 12 часов – это прямо самое крутое. Кто у вас может поспать больше 12 часов? Поднимите руки. Ну, хотя бы один человек. Ес! Больше 12 часов. Круто. Я ни разу в жизни не спал 12 часов. Просто невозможно. Пожалуйста, в теле медведя. Полгода без всяких проблем. Каждый вечер, каждую ночь спишь. И еще полгода. Без проблем. А есть такой мишка, Каала называется. Он вообще у него круто все. Он может спать, даже вися на дереве вот так вот с рукой. Он так держится за ветку и спит в это время. И причем, интересно, когда ученые-исследователи, они узнали, что Каала, он больше всего любит вкус тех листочков, которые растут именно на том дереве, на котором он спит. Представьте, он приспался, перед ним самое лучшее блюдо ресторана. И он такой, а-а-а-а-а-а. И опять спать. Супер жизнь вообще. Это то, к чему мы стремились. А если у человека самая высокая мечта, высота, высота, тогда в теле орла. Вот никак не полетаешь ни в каком дельтоплане, как орел. Он летит вообще крыльями не машетно. Может вообще сложиться, вот так полететь вниз, потом раз, расправился. Что хочет, то и делает там в воздухе. Ну, по барабану. Попробуй на дельтоплане так полетать. А если хочет поплавать с аквалангом, пожалуйста, тело дельфина. Плаваешь вот так, и сядь, что хочешь, все, супер. Человеческом теле так не поплаваешь. Понимаете, каждое тело животного предназначено для счастья в этом мире. Просто все виды счастья невозможно испытать, поэтому Бог и дает те тела, которые испытывают, которые хочет человек больше всего в жизни. Если ты хочешь расслабиться, вот напряженной, напряженной жизнью, тело кошки, пожалуйста. Руку поднял, висись. Взял вот так, вытянул вот так. Полное расслабление вообще. Нет проблем. Если хочешь всем все сказать, они разрешаются. Тело собаки, все разрешается. Говори кому хочешь, что хочешь. И все, всю жизнь погавкал, нормально гавкался, нет проблем. Дальше смотри. Что хочешь. Чему бы человек, душа не стремилась в этой жизни? Если хочешь отдохнуть, тогда тело дерева. Жертву. Я спасла. ... ... Субтитры создавал DimaTorzok